Мойки Амайкири начинаются с основной флагманской модели, которая произведена в очень компактных размерах. Это мойка Тавада. Мойка Тавада имеет общий диаметр 49 сантиметров, диаметр чаши у нее 385 миллиметров. Она довольно компактная, но она имеет очень необычный вид. Вы, скорее всего, знаете, как выглядят все круглые мойки 49 диаметра на рынке. Здесь мы наблюдаем то, что на этой мойке есть очень необычный дизайн крыла. Этот дизайн крыла, он коррелируется, он очень хорошо перекликается с дизайном, который уже вы, скорее всего, видели на нашей посуде на дизайне камушков. То же самое можно было увидеть и на ножах. Вот здесь тот же орнамент, но уже в таком объемном виде произведен на этой мойке. Мойка по своим техническим характеристикам является превосходным образцом современного производства. Мойка произведена из стали 0,8 миллиметра. Она практически бесшумная. Вот я стучу по ней. Это удается добиться за счет применения двойной антишумной технологии. Сначала на мойку наклеивается резиновый уплотнитель на самоклеющейся пленке. Дальше нижняя часть мойки покрывается специальным составом. Этот состав служит для того, чтобы мойка не гремела. Когда в нее будет падать вода или когда в нее будут ставить посуду. Мойка компактная, но очень необычной формы и очень необычного дизайна. Что хотелось бы отметить. Большинство моек, которые встречаются на российском рынке, они произведены на устаревшем оборудовании со старой оснасткой. Старая оснастка не предполагала современное развитие технологий и современные подходы. Большинство чаш в мойках, которые сейчас присутствуют, круглых чаш, они имеют очень большие радиусы закругления на чаши. Здесь закругление на чаши, оно практически 90 градусов. Очень малое. Соответственно, в эту мойку может поместиться и комфортно расположиться довольно большое количество посуды, в отличие от тех тазиков, которые сейчас присутствуют в основном на российском рынке. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова